Доброе утро. Добро пожаловать на канал Бадук1. У нас 6 утра и такая первая партия. Я играю белыми. Оппонент задумался. Хочет меня видимо сразу первым ходом шокировать. Но посмотрим. Мы первый ход через 30 секунд. Хаси. Но я сыграю Камуку. И Рансей против такого. Вот здесь я думаю без проблем может сыграть Агей Масимари. И здесь можно подраться в старые добрые времена. Если будет Касуми, тогда мы тоже сыграем Касуми. Ага. А теперь он хочет все и сразу. Но это не очень хорошая тактика. Здесь мы ставим Матари. И вытянемся сюда. И получается то, что 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну в принципе я могу забрать Пануки. Или как? Я могу вытянуться. Потом отрезать. Или я могу... Что я могу вообще здесь делать? Я могу крепить свою стенку. Могу получить стенку в другую сторону. Пануки я тут не получаю. Извините. Это он получает Пануки. Значит... Ну я поставлю тогда Атари и закупорю. Закупорю. В принципе у меня достаточно крепкая получилась такая стенка. И теперь вот эти два камня оппонента, они бесхозно стоят. Ну вот он теперь решил их как-то выручать. Я сыграю Касуми, чтобы не было соединения с камнем J3. Ну и по-прежнему эти камни бесхозные. Как бы... Ну они легкие с другой стороны. Ага. Прилипание. Здесь я аккуратно отыграю Хана. Если он подвинется, то я поднимусь. Это укрепит мой угол. Если он порежет, я с удовольствием пробью. Но... Возможно он хитрый игрок. Ага. Вот он подвинулся. Тогда я просто играю так. И в принципе этим я укрепляю свой угол. Я очень доволен. Здесь я могу просто играть большой ход. Хотя... С другой стороны, если я сыграю Тенуки, мой оппонент сразу получит класс. Поэтому я здесь сыгрою. Он скорее всего выпрыгнет по форме. И я буду выходить. Он сыграет Хана. А, он не играет Хана. Я тогда буду продолжать выходить. И у нас классическая разделяющая атака получается здесь. То есть достаточно... Комфортная для нас. Получаем дополнительные какие-то камни. Еще здесь сыграем Хана. Можно играть двойное Хана. И продолжать его закупоривать. Ну, здесь трешку нам придется отдавать. И будем играть сюда. Оппонент пока выходит своими слабыми группами. Ну, отдавать трешку у нас стала традицией уже. Здесь мы помним вчера то, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, то есть мы выходим. Да, поэтому он вытягивается. И теперь разрезание нам не страшно. Поэтому мы можем его заблокировать сюда. Наш угол еще сильнее укрепляется. И еще сильнее укрепляется. Черный продолжает бежать. Ну, давайте на разведку запрыгнем сперва в угол. Посмотрим, в какую сторону будет стенка. Вот этот ход не важный, потому что двушку мы уже скушали. Поэтому я здесь вытяну сюда. Угол все равно у нас остается приличный по очкам. Но эту группу он не может убить. Она слишком большая, с выходом в центр. Два глаза уже есть. Я думаю, лучше здесь сыграть пасть тигра. Здесь у нас получается Ханев Сента. Ну, в принципе, здесь у нас есть Атари и выпрыгивание. Но я для начала хотел бы поатаковать вот эту группу. То есть, получается, что мы все-таки отрезали его большую группу. Но она, скорее всего, выживет. Атари. И так далее. Пока происходит какой-то полный хаос на поле, на доске. Но в принципе, я думаю, эта группа живая, потому что у нее один глаз будет здесь и другой там, поэтому эта двушка очень мелкая, наш угол жив, поэтому я буду играть двойной Хана, двойной Атари, то есть двойной Какари, извините. Буду забирать угол. Да, я думал, оппонент в другую сторону будет строить стенку, потому что здесь у меня есть уже группа. И это очень странный выбор за него. Ну, это опасная игра за черного. Ему надо играть. Но я теперь отрезаю его камни. Он, наверное, обменивается. Но нет, он не обменивается. Да, обменивается все-таки. Обмен в его пользу, потому что моя группа больше, чем этот хвостик. Но будем надеяться, что... Будем надеяться, что будет что-нибудь для нас хорошего в этой партии. Ага, такой ход. Ну, вроде бы он так может умереть. Но нет, он не умер. Потому что я сыграл апостер. Так, раз, два, три, четыре. Ну, давайте проверять, что нам даст такой ход. Вот так. Раз, два, три, четыре. Ну, хорошо. Давайте так. Мы играем так. Здесь сыграем тогда сюда. Чтобы заблокировать угол. Этот хвостик мне уже особо не нужен. Он не влияет на жизнь и смерть моей группы. А вот внизу можно побороться. Ну, хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Ну, давайте посмотрим, как именно. Ну, давайте посмотрим. Ну, давайте посмотрим. То есть, раз, два, три. Ну, давайте посмотрим. То есть, когда он вкинет. Ну, давайте посмотрим. Ну, я не понимаю, почему программа показывает то, что все умерло. Вот я сыграл Хана. Что ему делать? Соединяться он не может. То есть, трешку он потерял. Если он начнет пробовать убить. Ну, так он, наверное, убьет. Да, поэтому мне нужно играть ко. Мне нужно играть ко борьбу. Он пробьет. Я сыграю Атари. Он соединится. Я сюда, он сюда. Нет, так я не убиваю. Тогда, почему программа показывает то, что он все проиграл. Давайте смотреть в программе. Давайте для начала поставим последнюю, ну, финальную позицию здесь. Ага, надо проматывать вручную, да? Хорошо. Сейчас я промотаю вручную. И смотрим процентовку. Ну, получается, все правильно. Он выигрывает партию. То есть, он просто по времени проиграл. То есть, он сюда, я сюда. Непонятно, почему скорость тиммейтер посчитал. То есть, я не успеваю убить вот эту группу. Здесь будет какая-то... Ну, я бы хотел, чтобы была куборьба, но куборьбы не получится. Давайте с самого начала. Где я наошибался? То есть, сыграли мы в самом начале нормально. Я играл все правильно. Дальше я вторгся. Он прыгнул, я прыгнул. Он залез зачем-то в угол. И потом, я считаю, розыгрыш был в мою пользу. Особенно после вот того, как я здесь закрепил. Но он считает, программа считает, что не в мою пользу. То есть, мне не нужно было здесь идти на это. Мне надо было просто выпрыгивать. И было бы все лучше. То есть, вот этот весь обмен, он был не нужен. И я всегда его мог сделать. Ладно, я это понял. Хорошо. То есть, все это было не нужно. И это было в ГОТО. И мой оппонент сам сыграл накрывающий ход. Ага, понятно. Я играю сюда. Он прилипает. Я Хану. Он отодвинулся. Я вытянулся. Он сюда. Я закрылся. То есть, он пока не жив. Он прыгает. Я вытягиваюсь. И он вместо Хана вытягивается. Я вытягиваюсь. Ну, то есть, по Фусеке я выигрываю сильно. Он порезал. Он порезал. И я проигнорировал разрезание. Потому что он пока очень слабый. Я начал давить на эти камни сперва. И потом начал давить на эти камни. И дальше мне в какой-то момент надо было остановиться и прыгнуть. Либо соединиться через постиглю. Вот. В итоге здесь у меня получилась полная фиаско. Он опять захватил мои камни, как во вчерашней партии. И здесь получается то, что... Ну, ладно. Получается так. Но почему-то... А, ну, имеется в виду жертва камней, да? Вот такая жертва камней. И дальше прыжок. То есть, здесь я по-прежнему выигрываю. Где же я напортачил? А вот здесь уже партия... Подождите. То есть, здесь партия была еще равная. Да. Дальше из-за моего вытягивания я могу блокировать. Я заблокировал. Он отпрыгнул. Я подвинулся. Он сыграл сюда. Я на автомате сюда. Хотя мне надо было просто выпрыгнуть. Он надавил. Я сюда. Он порезал. Я забрал этот камень. И потом здесь... Здесь очень сильно он ошибся. Я все отрезал. Он выходит. Я сюда. Он сюда. Я утяжеляю. Он отпрыгивает. Я режу. Ну, то есть, пока по процентам все хорошо. А где же я в итоге проиграл? Мне надо найти тот ход, после которого все было плохо. То есть, пока все было нормально. То есть, я везде играю 80%. Ну, 80%. Ага. Вот здесь уже произошел перелом. Вот здесь произошел перелом. Пока у меня 80%. А следующий ход соединение. И следующий ход он играет прыжок атакующий. И мне нужно было вот так играть. Все, понятно. И после этого, видимо, у меня уже не было шансов отыграться. Потому что он сам сюда сыграл. Дальше так, так. Да, дальше уже у него 80%. И график уже вниз не будет падать. Да. Ну, ладно. Для 6 утра нормально разыгрались. Давайте я дальше просто буду играть. Я все равно ничего не понимаю здесь. То есть, вот этот ход мне надо было сыграть самому. Я зачем-то начал убивать его группу. Мне надо было просто здесь выйти. Потому что у него вот здесь слабость. Итак, слабость. Мне надо было активировать Адзи своих двух камней. А я зачем-то полез туда и еще и потерял сенте. Это была грубейшая ошибка, конечно. Окей, я выкладываю партию и буду играть вторую. Спасибо за внимание.